Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Собянин сравнил рабочих России, Италии и Германии. Минфин подготовил новый список компаний на приватизацию. РБК сообщает, 18 октября мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума призвал обратить внимание на опыт стран, в которых производительность труда выше, чем в России. Собянин обратил внимание на то, что наши рабочие часто работают с утра до вечера, выходят на работу в субботу и воскресенье. В то время, как у итальянцев – обед, потом сиеста с часу дня до четырех часов вечера. В пятницу – короткий рабочий день, в субботу и воскресенье никто не работает, а производительность труда выше. Аналогичная ситуация, по мнению Собянина, складывается в Германии. Там сложно заставить рабочих работать неурочно, профсоюзы сразу выйдут на улицы и закроют это предприятие, отметил он. В 2016 году Российский комитет рабочих выпустил постановление, в котором назвал борьбу за шестичасовой рабочий день первоочередной задачей борьбы рабочих. Сокращение рабочего дня до шести часов при 30-часовой рабочей неделе без понижения зарплаты является одной из коренных характеристик улучшения положения современных работников. Оно даст им дополнительное время для повышения квалификации, участия в организуемых профсоюзами коллективных действиях, общение с семьей положительно влияет на здоровье рабочих. Активизация на такой основе борьбы профсоюзов позволит сохранить занятость, улучшить условия труда, приблизить заработную плату к уровню стоимости рабочей силы. Введение шестичасового рабочего дня будет стимулировать предпринимателей к развитию производства на основе повышения производительности труда. Минфин направил в правительство обновленный список объектов, подлежащих приватизации. Об этом заявил известием 19 октября на Московском финансовом форуме 2024 глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, планы по продаже госимущества могут быть перевыполнены, хотя в бюджет изначально были заложены символические 1,2 миллиарда доходов по этой статье. Сам министр финансов говорил, что в 2024 государство должно получить от приватизации 100 миллиардов рублей. Глава ведомства сказал, что правительство осознает необходимость разгосударствления экономики. Частные акционеры всегда более прагматичны, чем государство. Это самое главное, сказал он. По его словам, второй фактор – это дополнительные ресурсы, которые может получить бюджет благодаря продаже имущества. Список имущества, подлежащего продаже, корректируется. Особенно это касается крупных компаний. К октябрю этот план был выполнен наполовину. В казну уже поступило 50 миллиардов рублей, сказал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов. Все планы Минфина по приватизации будут выполнены или даже перевыполнены, подчеркнул министр финансов известием. Капиталистические противоречия налицо. Одной рукой буржуазия возвращает под государственный контроль крупные и незаконно приватизированные в 90-х предприятия, от которых зависит обороноспособность страны. Другой рукой продает государственные предприятия на сумму более чем 50 миллиардов рублей, чтобы пополнить бюджет. Вместо того, чтобы монополизировать отрасли экономики, буржуазия выбирает путь разобщения производства. Приватизированные предприятия, как это полагается нынешними российскими капиталистами, будут разбиты на множество цехов на отдалении друг от друга, а может быть и вовсе уничтожены. Так о какой же прагматичности идет речь? Делается это специально, чтобы разобщить рабочий класс, но это не помешает рабочему классу организовываться благодаря современным технологиям связи. Товарищи рабочие, берите пример с члена Рабочей партии России, врача скорой медицинской помощи Григория Бобинова. У него есть подробные ролики на тему организации инициативных групп на предприятиях. Создавайте чат в WhatsApp, Telegram или ВКонтакте и приглашайте туда своих товарищей по предприятию, чтобы обсуждать происходящее на предприятии и координировать коллективные действия. Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы. Субтитры создавал DimaTorzok